Доброе утро! Сегодня 22 ноября, четверг. Студия Мара Багирова. Доброе утро! Обсудят вопросы внутриконфессиональной жизни региона, укрепления мира и стабильности в Северо-Кавказском федеральном округе, духовно-нравственном воспитании молодежи, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республиканская клиническая больница расширяет свои возможности. В новом отделении хирургии и онкологии сегодня уже делают операции, на которые раньше из Дагестана выезжали в другие города. Применение новейших технологий сократило время операции. И проходят они теперь практически без надрезов. Отмечает главный врач Республиканской клинической больницы Газияв Дибир Мусаев и министр здравоохранения Джамулуддин Гаджи Ибрагимов. Подробнее Нурлан Алиев. На операционный стол 80-летнего мужчину привела опухоль поджелудочной железы. Новообразование настолько большое, что сдавило желчные протоки. Как следствие, механическая желтуха. Раньше пациенты в такой ситуации нередко погибали. Либо возникала необходимость в проведении большой открытой операции. Но после этого высокотехнологичного вмешательства больного отпустят домой в течение суток. Ему установили стенд, тем самым расширив протоки. Естественный отток желчи восстанавливается. И подобные манипуляции в некоторых случаях продлевают жизнь человеку. А иногда полностью его излечивают. В день открытия нового отделения здесь провели сразу две уникальные операции. Вторая – пациенту с метастазами печени. Через кожу была выполнена пункция метастаза. Мы удостоверили, что речь действительно идет о метастазе. И в метастаз был установлен термозонд. И выполнена так называемая абляция опухоли. То есть разрушение опухоли. В самой опухоли достигается температура около 100-120 градусов. И опухоль разрушается. Подобных малоинвазивных операций здесь будет проводить по 5-6 дней. Никаких разрезов, лишь прокол диаметром в несколько миллиметров и специальная аппаратура. Весь процесс транслируется на монитор и проходит под контролем лучевых методов диагностики – рентгена и ультразвука. Это просто незаменимо при онкологических заболеваниях. Уникальность заключается в том, что специалисты отделения могут взять биопсию из любого органа, любой части тела. То есть диагностика онкологических заболеваний, она в разы повышается в Республике Дагестан. Вторая уникальность отделения заключается в том, что все существующие в мире малоинвазивные, щадящие технологии, хирургические практики, они все будут внедрены в работе этого отделения. В отделении собираются применять и микроволновую терапию при лечении рака. Лучи направляются непосредственно на опухоль и разрушают ее нагревом от 100 до 120 градусов. Вся процедура занимает менее 10 минут. Такие большие травматичные операции будут проводиться все меньше и меньше. Но и этим люди нашей Республики с сегодняшнего дня уже будут иметь возможность получить данную помощь, не выезжая за пределы нашей Республики. Скажу так, это прорыв. Врачи приехали в отделение из Московского института имени Сеченова. Работать тут будут на постоянной основе. Пока здесь всего 20 коек, но это не так мало, как может показаться на первый взгляд, учитывая, что после операции пациенты уже через 15 минут самостоятельно ходят, а на утро их выписывают. Сегодня в 10.30 в Музее «Россия. Моя история» в Махачкале состоится экспертно-дискуссионная панель «Некоммерческие организации в России. Стратегия развития». Организаторы – Министерство по национальной политике и делам религии Республики, Северокавказский институт, Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте России. В программе мероприятия две панельные дискуссионные сессии – «Геополитика, Северный Кавказ, гражданское общество» и «Коллективная и социальная активность населения как условия формирования гражданского общества». К участию экспертно-дискуссионной панели приглашены ученые-эксперты, представители некоммерческих организаций, средств массовой информации, муниципальные и государственные служащие. Четвертый Всекавказский форум сельской молодежи сегодня завершает свою работу в Махачкале. Участники форума приняли участие в масштабной образовательной программе, включающей в себя семинары, тренинги, мастер-классы, встречи с лип-гостями. Дагестанское радио. Понятно каждому. В преддверии Дня матери Дагестан посетила член Совета Федерации, руководитель Всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко. Сенатор встретилась с коллективом республиканского центра «Мама-Патимат». В конференц-зале перинатального центра прошло торжественное собрание, приуроченное к предстоящему празднику и юбилею Дагестанского отделения движения «Матери России». Ему исполнилось пять лет. Валентина Петренко наградила медиков и активистов движения нагрудными знаками и почетными грамотами. Спасибо вам за ту теплоту и ваших глаз, и ваших рук, благодаря которым вы сегодня добиваетесь таких серьезных успехов, и благодаря всей вашей душе и мыслям, которые направлены на это. Я абсолютно точно уверена, что сюда просто так работать никто не придет. И врачом просто так не становится. Люди либо уходят, либо остаются навсегда, и это становится вашей судьбой. Для того человека, который выбрал себе такой путь, тем более работать с маленькими детьми. Сенатор приняла участие в закладке «Аллея матери» на территории центра. Здесь установили символическое сердце с надписью «Сердце матери, сердце России». Новости культуры Сегодня в Театре поэзии торжественный вечер по случаю юбилея Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Начало 17 часов. Дагестанское радио. Понятно каждому. Сегодня в рамках второго республиканского театрального фестиваля конкурса «Воспевшие Дагестан» Кумыгский музыкально-драматический театр покажет спектакль «Осият» по поэме Расула Гамзатова. Начало 18 часов. А театр «Кукол» приглашает на спектакль «О горы Кавказа, приветствую вас, Лермонтов». Спектакль основан на произведениях Михаила Лермонтова. Режиссер, заслуженный артист России Вадим Домбровский. Начало в 12 часов. 27-й республиканский фестиваль народной песни и музыки «Лейся песня народная» пройдет сегодня в селе Тарумовка Тарумовского района. Участниками фестиваля станут творческие коллективы и хореографические ансамбли, а также исполнители русских народных песен из городов и районов республики. Отметим, что фестиваль «Лейся песня народная» с 1989 года традиционно проходит в Тарумовском районе. Цель – сохранение и развитие национальной культуры, выявление самобытных талантливых вокалистов, исполнителей игры на национальных музыкальных инструментах. Воспитанники столичной спортивной школы гимнастики номер один завоевали семь медалей, из них четыре золотые. На межрегиональных детских соревнованиях больше, чем спорт. Нальчики. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается местами дождь, ветер северо-западный – 6,11 метров в секунду. Температура по Приморским районам – 4,9 тепла. В горных районах – от 0 до 5 градусов тепла, местами до плюс 10. В Махачкале ожидается днем небольшой дождь, ветер северо-западный – 6,11 метров в секунду. Температура воздуха – 5,7 градусов тепла. Вода в море – 8 градусов. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Имара Багирова, редактор Бедернисия Гусейнова, звукорежиссер Мумина Талиева. Вы слушали Радио России Дагестан.